Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем. Просажем тришколки, рассказываю, когда мы их выкапываем, когда начинаем отправлять, но покажу, как идет подготовка. Да, я сейчас снимаю в помещении, потому что на улице дождь. Хотя мы все равно с вами выйдем, и я покажу, что сейчас происходит на нашем участке. Но прежде чем мы это сделаем, да, мы ждали до последнего. Я, ну, стараюсь максимально все-таки выспилить лозу. Потому что сезон не самый удачный, да, было и лето такое специфическое, и осень пришла слишком рано по расписанию, холодный сентябрь. Поэтому старались максимально, чтобы все-таки лоза подозрела, и вы получили, скажем так, наиболее качественные саженцы. Сейчас в эти выходные 29-30 числа мы выкапываем все, и нам надо будет некоторое время на сортировку. Мы про всех помним, все у нас помечено. Поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения. Как только у нас все будет готово, мы с вами свяжемся. Вот, смотрите, наша школка. Лозу уже почти везде пообрезали. Сейчас будем снимать шпалеры, все вот это убирать. То есть, ну, максимально готовим все к выкопке. И уже в выходные будем выкапывать. Вот, приближу примерно состояние саженцев. Конечно, из-за обрезанных носа, из-за листов, может быть, не так хорошо видно. Вот так вот. Примерно. Вот так это все выглядит. Вот, каждая с индивидуальной имбирочкой. Имбирки мы развешиваем заранее, чтобы при выкопке ничего нигде не перепуталось. А к тому же, смотрите, сделали такую, скажем, пробную выкопку. И у нас нарисовалась небольшая проблема. Проблема для нас. У некоторых саженцев корни очень мощные. И, конечно, упаковать такие саженцы – та еще задача. Высаживать такие растения можно до тех пор, пока не замерзнет земля. Мелкие ночные заморозки – это не в счет. И если проанализировать погоду за последние годы, то практически до Нового года в средней полосе все это можно высаживать. Если по какой-то причине вам будет некомфортно высаживать, не успели, еще что-то, то такие саженцы, опять же, вызревшие, крепкие, в них хороший запас питательных веществ, они прекрасно сохранятся в подвале вплоть до весны. И там вы высадите тогда, когда удобно. Вообще, сколько живут такие саженцы, сколько они могут прожить, насколько у них запас жизненной энергии, я вам под этим роликом оставлю ссылку. Был у нас небольшой эксперимент пару лет назад. И посмотрите, как они могут выживать. Так что опасаться, что вы не успеете их высадить, не стоит. Повторю еще раз. Вот такие вызревшие, пока нормально не замерзнет земля. И обращаю ваше внимание, что да, много саженцев вот таких хороших, крепких, с хорошо вызревшей лозой, с шикарными корнями. Но корни мы при упаковке подрезаем. И это нормально. Я как-нибудь еще покажу вам отдельный ролик, даже покажу выкопку саженца двухгодичного, как такая корневая развивается. Помните, что обрезка корневой системы, это нормально. Укорачивается вверх, укорачивается низ корни, и потом начнут лучше ветвиться. Поэтому не надо этого пугаться. Это нормально, и так должно быть. И обращаю ваше внимание, что не все саженцы вот такие мощные, красивые. Да, таких много. Но есть те, которые поменьше, поскромнее. И, опять же, к большому сожалению, на погоду мы повлиять не можем. И хорошо вызрела лоза не у всех саженцев. Поэтому там, где были в заказах, попадается что-то не совсем вызревшее. Будем уже с вами связываться, согласовывать, как бы брать такие саженцы, либо не брать. Что можно с ними делать? Ну, конечно, у большинства хотя бы там на две почечки вызрело. Но вот такие саженцы, первое, можно сохранить в подвале до весны. Второе, их можно посадить сейчас, до морозов. Мы и так всегда рекомендуем при посадке заглублять хотя бы две почки под землю сантиметров на пять. Я вам оставлю ролик про посадку, чтобы вы посмотрели, ну, те, кто эти моменты не знает. В таком случае, даже если там что-то чуть-чуть не дозрело, нам все равно как бы на второй год нам две почки всего лишь. Если мы это землей присыпали, плюс еще можно сразу же, не дожидаясь там укрытий, сверху насыпать холмик земли, прекрасно такие саженцы перезимуют, прекрасно весной пойдут в рост и вырастят вам на следующий год шикарные и красивые лозы. То есть бояться этого не стоит, но тем не менее, все равно мы эти моменты уже в индивидуальном порядке с вами согласуем. Ну, еще раз прошу вас, наберитесь терпения, о всех помним, все данные есть, тем более, что нас полтора человека. А все-таки это надо выкопать, это надо посортировать, это надо с вами всеми связаться, поэтому в порядке очереди все это будем делать. На этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр. Ссылку на посадку оставляю, контакты мои под роликом и ссылка на каталог наших сортов винограда также под этим видео. И до новых встреч!